Артём Пазлевич в свои 10 лет бросил вызов самому себе и впервые принял участие в соревнованиях. Не каждый взрослый человек готов несколько часов сидеть возле лунки на морозе и ветре, но мальчик считает, что зимой рыбалка гораздо интереснее. Просто зимой поклевку лучше видно. Ну, сидишь, играешь. Играют рыбаки удочка. Ритмично её подёргивать, чтобы рыба активнее клевала. Для зимних соревнований важно, чтобы инвентарь и снаряжение были под рукой. Сам спортсмен должен быть одет тепло. Артём твёрдо знает, что хорошая подготовка накануне – это залог успешного улова. Я готовил снасти, собирал чемодан, купил мотыля, прикормку, собрал тёплые вещи и пошёл на рыбалку в 10 часов. Формат фестиваля позволил немного смягчить условия соревнований. Ловили на мормышку. В этот раз рыбакам разрешили использовать наживку. Мормышка – это такой шарик с крючком. Ей привязываешь леску, надеваешь мотыля и ловишь. Бывает ещё и без мотылка. Ну, то есть это мормышка без мотыля, с кембриком. Хороший лов в зимней рыбалке зависит не столько от экипировки и умений участников, сколько от удачи. Нельзя долго засиживаться возле одной лунки. Рыба подо льдом неактивна и надо искать места её скопления. Поэтому спортсмены часто просверливают новые лунки и переходят на новое место. Первые соревнования сезона показали, что все рыболовы готовы к зимнему сезону и к борьбе за главный приз. Основная цель, понятно, призы – это хорошо, это как бы определённый стимул тоже, но основная цель – это людей собрать, чтобы люди половили, пообщались, обменялись опытом какими-то. В основном клевала плотва и окунь. В конце соревнований рыбаки могли похвастаться своим уловом, поделиться секретами прикормки и способом ловли. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.